IndiLife – одна из крупнейших ведущих конференций по интервенционной кардиологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мне удалось побывать на этом конгрессе, проходившем в Чинае в марте 2023 года, и не только послушать доклады выдающихся специалистов, но и задать им вопросы, и послушать их рассказы. Добрый день, меня зовут Алексей Шубин, я руковожу каналом Rengen-Hirurg Club в Telegram и в YouTube. Ставьте свою оценку, пишите мысли, пожелания, подписывайтесь, если не хотите пропустить новые выпуски. Также недавно я запустил второй канал «Ешкин доктор», приглашаю к просмотру видео. Формат там немного отличается, но, надеюсь, будет очень интересен и полезен. Ссылки есть все в описании к выпуску. Итак, сегодня мы послушаем рассказ от одного из основателей интервенционной кардиологии Индии, доктор Ашок Сет. В 1978 году он окончил медицинский колледж 2 Дживахарла Неро. Затем он переехал в Великобританию и работал кардиологом в больнице королевой Елизаветы. В настоящее время он является главой кардиологического совета группы больниц «Фортис» и председателем института сердца «Фортис Эскорт» в Нью-Дели. Он является членом Королевского колледжа врачей Ирландии, Единбурга и Лондона. Доктор Ашок Сет имеет множество наград за выдающиеся заслуги. Правительством Индии в 2003 году он был награжден гражданской наградой Падма Шри, а в 2015 году он получил премию Падма Пхушан. За более чем 30-летнюю клиническую карьеру доктор Ашок Сет стал пионером различных методов интервенционной кардиологии. Его исключительный клинический опыт отмечен в книге рекордов Лимы. Расскажите, пожалуйста, как начиналась эра интервенционной кардиологии в Индии? Эта очень увлекательная история началась примерно в 1985 году. В то время два или три наших интервенционных кардиолога периодически на некоторое время уезжали в Соединенные Штаты на стажировку. А я находился в Англии, где изучал интервенционную кардиологию и проработал там 10 лет. Мы начали выполнять ангиопластики в Великобритании и Бирмингеме. Это был 1984, 1985, 1986 года. Также Джеффри Мозес в США был там с нами некоторое время. У нас было всего несколько человек, и мы собрались вместе. Я вернулся в Индию через 10 лет в декабре 1988 года. И к 1989 году ангиопластику выполняли всего 8-10 интервенционных кардиологов. Тогда мы решили начать обмениваться опытом, учиться друг у друга, общаться друг с другом. И создали так называемый «Клуб ангиопластики». Впервые встреча клуба была организована в декабре 1989 года. Тогда мы обменялись нашими кейсами и опытом, и приняли решение, что следует активнее обучать молодых врачей из Индии, чтобы не было необходимости для этого выезжать за границу. Поэтому был создан учебный курс по ангиопластике. И в 1990-1991 годах нашлась компания, которая дала финансирование и помогла реализовать наши идеи. В течение первого года обучения 20 интервенционных кардиологов начинали выполнять не только ангиографии, но и лечебные процедуры. Все началось с ангиопластики. Вот почему мы называем это не PCI, а PTCA. Так мы стали обучать докторов в этом клубе. Затем уже перешли на следующий уровень. И после того, как подготовили много специалистов, стали регистрировать данные о вмешательствах в Индии и передавать их Национальному совету по интервенционным процедурам, который является официальным подразделением кардиологического общества Индии. Так что это увлекательная история, когда небольшое количество докторов собралось в клуб, а затем создало целое общество интервенционных специалистов. В 1991-1992 годах стали выполнять ротационную атерактомию и направленную атерактомию. А в 1994 году я создал первый официальный курс за пределами США, который проводится уже 29 лет для обучения интервенционных кардиологов в Индии методом ротационной атерактомии. Это был первый сертифицированный курс, проводимый за пределами США. Тогда для ее выполнения необходимо было получить сертификат и пройти обучение в Соединенных Штатах. И чем больше докторов появляется, тем больше развивается специальность. Наши первые ученики теперь являются ведущими и крупнейшими специалистами в этой стране и продолжают развиваться. Я бы сказал, что 8-10 коллег сейчас являются дедами интервенционной кардиологии, потому что те, кто обучался, уже состоялись в специальности и обучают других. Какой вклад самый главный? Хотел добавить еще кое-что. Мы стали одним из первых во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе выполнять передовые методы ангиопластики, включая ротационную атерактомию. Не просто баллонную ангиопластику, а ротационную атерактомию, направленную атерактомию, и применять ее широко. В некотором смысле мы были первыми во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, даже в 1993 году, а это уже было 30 лет назад, я делал более 200 ротационных атерактомий в год. Знаете, я делал больше 250 направленных атерактомий. Итак, из моих 750 ангиопластик в год, в 1993 году 250 были направлены, более 200 ротационных атерактомий. Таким образом, баллонная ангиопластика проходила только у 30% моих пациентов. Потом мы делились этими методиками с соседними странами, включая Индонезию, Малайзию. Я проводил много курсов. В конце 2000-х годов я также обучал специалистов в разных центрах в Китае. Тогда там было около 600 вмешательств. Вспоминаю время, когда приехал в Австралию и в прямом эфире провел ротационную атерактомию из Мельморда, которая транслировалась в больницу Перта на Конгрессе в Австралии. Это было очень давно, примерно 25 лет назад. Какой самый большой вклад вы от себя ощущаете в интервенционной кардиологии Индии? Что вы самое большое привнесли в нее? Это все, что последние 30 лет произошло важное в области интервенционной кардиологии в Индии. Я бы сказал, что моим самым весомым вкладом стало внедрение всех новых методов и технологий. Иногда намного раньше, чем в Соединенных Штатах. Например, в 90-х годах я ввел процедуру тромбоктомии за полтора года до ее одобрения в Соединенных Штатах. С гордостью могу сказать, что мне удалось представить множество устройств, в том числе девайсов с лекарственным покрытием. Основополагающий вклад в мировую интервенционную кардиологию, конечно, это в первую очередь Импелла. Я использовал Импелла еще до того, как его одобрили США. Так что первая прямая трансляция случая с использованием Импелла на главную арену TCT прошла у меня из Индии в 2007 году. Пациенту с очень сложной патологией и с низкой фракцией выбросов. Показали тогда два случая. И это очень приятное воспоминание. Следующий вклад был связан с использованием биорезорбированных каркасов АПСОР. Это было просто невероятно. Я дошел до того уровня, когда 70% моих пациентов были пролечены с использованием этих каркасов. А затем перешел на бифуркционные поражения. В 2014 году была моя прямая трансляция на TCT, где продемонстрировал две стратегии бифуркционного стентирования с использованием скафолдов АПСОР. И по некоторым видам такого рода вмешательств у нас есть пятилетние данные. Артерии выглядят абсолютно в первозданном виде, с полным восстановлением бифуркации вместе с исчезнувшим каркасом и позитивным ремоделированием. Мы видели прекрасные результаты. Но, к сожалению, технология преждевременно утратилась, а могла бы перейти ко второму и третьему поколениям, чтобы стать гораздо более используемой и безопасной для многих пациентов. Третий аспект, на мой взгляд, — это мой вклад в развитие ТАВИ. Я участвовал в первом исследовании клапана Карвал. Это была первая имплантация клапана у пациента с регургитацией, который был вторым пациентом в мире. Она проводилась в Индии, и я сыграл важную роль в том, чтобы развить эту методику. Хотя его одобрили в Индиле очень поздно, но, по крайней мере, мне удалось получить его и представить примерно в 2012 году. А затем фактически разработать всю программу ТАВИ в нашей стране и проводить обучение этой процедуре других специалистов, что привело к расширению использования данной методики во многих центрах страны. Я думаю, что еще одним вкладом является организация этой конференции, проведение пяти других конгрессов. Мы играли важную роль в организации Индия Лайф, я бы сказал, самой крупной конференции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2010 году было зарегистрировано 2500 человек. А это была первая конференция, когда у нас было пятеро дегректоров, которые собрались вместе и решили, что нужно создать курс для специалистов страны. Теперь мы можем обучать врачей на месте. Мы подготовили более 500 интервенционных кардиологов в этой стране и прилегающих регионах, а Бангладеш подготовил более 50 специалистов. Так же происходит и в Малайзии, Индонезии и многих других странах. Тогда я сказал коллегам, давайте сделаем это. И теперь мы очень гордимся тем, что провели эту конференцию. В следующем году, надеюсь, вы тоже приедете, потому что Индия Лайф будет проходить в Дели. Затем нам вместе с другими моими коллегами-коридиректорами удалось создать конференцию по комплексным коронарным интервенциям, который мы называем ЧИП-СИТИО. Важной частью не только на этом конгрессе стали данные доктора Рустема о сложном коронарном вмешательстве. Он играет важную роль в обучении многих молодых интервенционных кардиологов в Индии в проведении безопасных и сложных ангиопластик. Таким образом, за последние несколько лет он стал очень хорошим другом, а также партнером в сфере образования. И, конечно же, мы проводим конференцию под названием «Индия ВАЗ». Пятеро из нас, директоров, которые создали этот конгресс, также проводят и из Тейши ПСИА. Я испытываю огромное удовольствие от сделанного за последние 34 года, что я руковожу службой в Индии. И, конечно, для меня большая честь быть президентом Азиатско-Тихоокеанского общества интервенционной кардиологии и работать в своем регионе, поддерживать отношения с Западом, встречаться на одних и тех же площадках и обмениваться опытом, существующим в нашем регионе и в остальном мире. Если бы не стали интервенционным кардиологом, кем бы хотели быть, если бы задуматься об этом? О, это очень интересный вопрос. Может быть, она другая профессия? Ну что же. Я хотел служить в вооруженных силах. Это казалось мне очень увлекательно. Хотел стать пилотом, но был недостаточно высоким, поэтому не смог. Меня исключили уже, когда я учился в средней школе. Ну, я не знаю. Возможно, мне бы понравилось. Мне нравится петь. И очень хотелось петь, играть на пианино. Да, пианино или что-то в этом роде. Я бы на самом деле хотел заняться искусством и скорее выбрал бы творческую специальность. Хотя в те времена, когда учился в школе в Индии, обычно диктовали родители, определяли, кем станут их дети, независимо от выбора ребёнка. По крайней мере, так было со многими. Ведь это было 50 лет назад. Они решали, что есть только две профессии, которые считаются хорошими. Одна из них инженер, а другая врач. Индия после обретения независимости нуждалась в инженерах и врачах. Это было в 60-х годах. Поэтому, думаю, что если бы я не стал врачом, меня бы заставили стать инженером. Но я бы предпочёл заниматься какой-то другой сферой. И не обязательно быть профессионалом, а просто иметь возможность заниматься чем-то другим. занятия музыкой. Это очень увлекательно. И я говорю, это потому, что музыка приносит счастье каждому. Какая музыка вам нравится? А, я люблю петь. Ну, например, традиционная индийская музыка. Музыка приносит счастье каждому. Неважно, на каком языке она звучит. Неважно, на каком языке звучит песня. Неважно, понимаешь ты эту песню или нет. Но каждая песня заставляет всех наслаждаться, независимо от культуры, языка и страны. И я думаю, это очень важно. Музыка – это что, которое трансцентрировано и делает всех наслаждаться песню, безусловно культуре, безусловно языке и безусловно стране. В итоге, ваша профессия, ваша жизнь, ваша профессия – это всё, чем вы живёте? Да, на самом деле, это так. Я очень много работал. Бывает, у меня что-то не получается. Иногда я даже работаю по ночам, сосредоточиваюсь на чём-то. Что касается музыки, то заниматься ей начал совсем недавно, 10-15 лет назад. И научился это делать профессионально. Так, 10 лет назад, мне удалось выступить с концертом в Дэйли в зале 400 человек. У пришедших на этот концерт, думаю, не было другого выбора, потому что я интервенционный кардиолог, они ценят меня как человека, который спас им жизнь. Но в любом случае, музыка – ценный ресурс, и меня действительно это мотивирует двигаться дальше. Да, мне бы хотелось заниматься и другими вещами, например, играть на органе или на губной гармошке. Жаль, что я не уделял больше времени игре на фортепиано в дополнение к основной работе. Но поверьте мне, я много работал. Знаете, я спал 4-5 часов и работал буквально в 18 часов в течение многих лет. Тогда был очень увлечён, и на мне висела большая ответственность. Всё то, что делал для страны, меня радует. Я поместил Индию на карту мира интервенционной кардиологии. И мы сделали это очень давно, на заре развития. Конечно, сейчас во всём мире появляется всё больше и больше специалистов, но те, кто сделал это вначале, позволили нам стать лидерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и быть признанными во всём мире. И очень приятно, что это сделано в Индии.